25 лет со дня второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского и престольный праздник в Серафимовском храме на Новом Донском кладбище. В церкви преподобного Серафима Саровского чудотворца на Новом Донском кладбище литургию совершил наместник обители, векарий святейшего патриарха московского и всеяруси Кирилла, епископ Бронницкий Парамон. Владыки сослужили клирики и братья монастыря. Торжественный крестный ход и молебное пение объединило всех пришедших почтить преподобного Серафима. Всеми любимый и всеми почитаемый, преславный отчий Серафиме, приходящих к нему, встречал возгласом «Радость моя, Христос воскресе!», ибо он сам пребывал в пасхальной радости каждый день, каждый час своей богоугодной жизни. Рядом с ним оттаивали сердца, зарождалась вера, приходило покаяние. Преподобный Серафим наиболее почитаемый, наиболее любимый святой не только в России, но и за рубежом. Путешествуя даже по заграничным городам, вы, зайдя в любой православный храм, обязательно увидите там икону преподобного Серафима Саровского. Он очень любим. Храм во имя преподобного Серафима Саровского с многострадальной историей. Ведь именно здесь, во времена советской власти, находился первый московский крематорий. И лишь в 1992 году церковь была возвращена возрожденному Донскому монастырю. «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи», – сказал преподобный в беседе с барином Матавиловым, подняв его на ноги от неизлечимой болезни. И эти слова стали духовным наставлением батюшки Серафима для всех нас, ведь он в своей пустынной келье изменял мир вокруг себя. «Прихожане собрались, молились. Мы ехали в Дивеево к Серафиму Саровскому. А там мы ходили по канавке. Да, мы там ходили по канавке и я читал молитву. Вот мы все вместе читали молитву о Серафиму Саровскому». Дар исцеления, дар немощных душ врачеваний, невозможно исчислить чудеса святого подвижника Божьего. Умиленным же сердцем, любовь к Христову стяжав, избранник возлюблен, Божией Матери явил сей си. Преподобный очи Серафиме, моли слово Христа Бога, спастись о душам нашим. Светлана Леонтьева, Илья Анисимов, Сергей Ярченко, телеканал Добро ТВ.